Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволаб присоединяется к нашему эфиру. Константин, мы с нами. Здравствуйте. Вас также приветствуем, видим, слышим. Здравствуйте. 52 дня, как Киев не был атакован российскими вооруженными силами. И вот за эти сутки уже была вторая воздушная тревога. Мы знаем о том, что были сбития. Скажите, пожалуйста, что происходит? Почему изменилась тактика? И почему именно Киев сейчас опять? И чем Киев пытаются достать оккупанты? Ну, все еще проверяют, насколько мы готовы, как хорошо мы подготовились. Это еще не начало. Это только такая подготовительная работа. Это проверка, тестовый режим. Это и заходы шахедов, и, по всей видимости, я думаю, что это была Искандер-М баллистика. Ну, так похоже. Подтверждение я еще не видел, но похоже, что это так. Проверяют, готовятся. Мы тоже готовимся. Ну, идет процесс, жизнь продолжается. Каждый должен заниматься своим делом. Мы хотим напомнить нашим зрителям, что до сих пор в Украине режим воздушной тревоги распространен на всю территорию Украины. Связано это с очередным вылетом Мига-31К из аэропорта Саваслейка. И в последнее время они используют тактику еще до заправки в воздухе. Как вы считаете, для чего они это делают? Для того, чтобы удлинить во времени эти воздушные тревоги, да? И тем самым, ну, какая цель преследуется? Ну, есть такая версия, что они пытаются какую-то нашу специальную технику там поймать на марше. Ну, речь идет о Хайморсах с вооруженных атаком самих. Может быть, это и так. То, что если сам Миг-31 взлетает и занимается патрулированием, у него не так много времени на это патрулирование. Это не то, что там 8 часов, 10 часов, 4 часа. Помните, там, когда они еще позиционировались в Белоруссии, то они взлетали буквально 20-40 минут и на место. Они уже много на себя топлива не берут. Ракета сама по себе достаточно тяжелая. Самолет, нагрузка большая. Он вообще не был предназначен для этого. Просто это был единственный самолет, который более-менее подходил под эту здоровенную ракету, под этот кинжал. Так вот, то, что они патрулируют и стараются как можно дольше находиться в воздухе. Потому что цикл посадка-взлет – это достаточно серьезная нагрузка для самолета. Это один из самых сложных расчетных случаев. Поэтому они дозаправляются, заодно тренируют своих летчиков, всех сидят при деле. И две задачи решаются. Одна задача – это патрулирование и охота за нашей техникой, для того, чтобы можно было в случае какого-то залпа быстренько попытаться ее достать. И второе – это, конечно, держать всю страну в напряжении, потому что неизвестно, когда полетит эта ракета. Кинжал может достать территорию Украины в любой точке при этих запусках либо с территории России, либо с территории Черного моря. Это не дистанция. Но, к сожалению, они участвовали в случае применения авиабомб. И вот в ноябре россияне установили абсолютный суточный рекорд применения управляемых авиабомб. Как вы считаете, почему они на максимум выводят сейчас применение именно этого вида вооружения? Ну, потому что они накапливают ресурс по ракетам. Крылатые ракеты Х-101, Х-555 – это все калибры, которые там еще остались в море, они могут до 80 пусков ракет сделать, но вряд ли они это долго на таком протянут. Это все ТРК, которые стоят вдоль северной нашей границы. Это «Искандер» и «Искандер-К». И дело в том, что вот эти кабы, управляемые ракеты, они могут летать, залетать к нам на не очень большие дистанции, там 20, 30, 40 километров, потому что они их пускают с дистанции, не доходя до линии соприкосновения, там 20-30 километров. Поэтому они не могут этими кабами там достать Запорожье или Днепропетровск. Они могут достать, грубо говоря, только прифронтовую зону. А все остальное они накапливают для того, чтобы нанести серьезный удар, нанести серьезные повреждения нашей энергоструктуре. Мы к этому готовимся, нам партнеры помогают, достаточно много техники заходит. Вот слышали мы про «Патриот» и про «Насамс». Я не говорю уже про вооружение для мобильных групп, которые очень серьезные поступают, там и австралийская, и швейцарская, и немецкая, и турецкая. Все, что хотите. Ассортимент у нас очень большой. Мы собрали все, что можно по всему миру для того, чтобы защитить наше небо. И, конечно же, в этом вопросе, в вопросе защиты неба, очень важную роль играют те самые F-16, о которых мы долго говорим. Но мы уже знаем, что есть украинские пилоты, которые заканчивают подготовку, и они уже практически готовы вылетать на этих самых F-16. Но вот вопрос, когда и где мы находимся в этой истории, до каком промежутке времени? Вы знаете, у меня была такая мечта, даже не мечта, а такая надежда, что мы будем как-то ускорять, пускать параллельные процессы обучения, как-то вот так, как можно сконцентрироваться. Я руководил различными процессами, и я понимаю, как можно запустить, организовать параллельные, не связанные между собой процессы, для того, чтобы там, не буду умничать, используя закон критического пути, скажем, довести дело до ума. Но я не увидел со стороны наших партнеров какой-то суеты, какой-то торопливости. Вот положено вот так, значит положено. Вот минимальный срок обучения 6 месяцев, значит 6 месяцев, значит 2 месяца тренажеры, 2 месяца пилотирования, 2 месяца самостоятельные полеты в сложных условиях, со сложными заданиями и так далее. То есть постепенно увеличивается сложность заданий, и таким образом пилот доводится до какой-то нужной кондиции, до какого-то стандарта. То, что наши пилоты, это сейчас, наверное, единственные пилоты в мире, которые имеют такой боевой опыт, просто беспрецедентный. То, что они там способны к обучению, то, что они супермотивированы, то, что когда инструкторы говорят, так, ну 8 часов уже проработали, пошли отдыхать, нет, давайте другого инструктора. Ну вот такие мы. Ну, я думаю, что вот те сроки, которые обозначены были, середина марта, это сроки, которым подогнаны и обучение, и обучение технического состава, и подготовка инфраструктуры, и решение всех финансовых вопросов, и решение вопросов замены, потому что самолеты, которые мы получаем, им на замену идут в 35-е. Это все, вот оно, очевидно, согласовано по времени где-то на март-апрель, вот, и тогда, я думаю, мы можем ожидать поступления F-16. Хотелось бы, конечно, как можно раньше, как можно быстрее, даже когда там российские каналы говорят, о, там же 5 F-16-х завезли в разобранном виде на грузовиках в Украину, я так, ах, как бы этого хотелось. Но, к сожалению, оно будет так, как оно должно быть правильно. Конечно, непонятно только, зачем в разобранном виде было бы завозить F-16, это какая-то уже байка просто от домохозяек уровень, да? Нет, это действительно разбирают, привозят это. Извините, это нормальный способ транспортировки. Понятно. Хорошо, но март-апрель, не поздновато ли это будет? Ведь уже сетует генерал Залужный о том, что уже и не тот эффект будет, даже если сейчас применять F-16, да, каким он мог быть еще весной этого года. Вот появись сейчас на вооружении у вооруженных сил Украины F-16, чего мы могли ими добиться, как вы считаете? Вот есть два аспекта, о которых там говорит Залужный, о которых понимают люди, которые более-менее этим вопросом занимаются. Это первый вопрос, реальная дальность российской системы ПВО С-400. Если у нее действительно 360 километров радиус поражения, то ракета С-400, вот новая 46 или 48Н6, что-то такое, или, а, 40Н6, она способна типа бить на 360 километров. Тут есть такой аспект, что о пуске этой ракеты становится тут же известно. Летчик получает мгновенно информацию об этом. Он совершенно уверенно может покинуть зону поражения этой ракеты. Он может выйти из этого радиуса. У него есть для этого достаточно время. Они по скоростям, да, эта ракета летит быстро, но и F-16 тоже скорость 2 Амаха тоже развивает. Кроме того, противоракетные маневры, кроме того, современные F-16 есть модули, которые позволяют ему лучше защищаться от всего этого. И Залужный, когда говорил об этой проблеме с С-400, и он говорил именно о том, что нам нужны самолеты нужной комплектации, в которых было бы все, что необходимо для того, чтобы его защитить. Другая проблема связана с тем, что у россиян есть ракета Р-37, и ею вооружены Су-35, Су-34, Су-30. Эта ракета имеет дальность, разные цифры, от 120 до 180 километров. Некоторые говорят, что они даже, может быть, и дальше летают, но каких-то подтвержденных случаев сбивания опять же нет. Но что говорит практика? Практика говорит, что если... Вот американцы, они не заморачиваются на создании ракет, которые будут стрелять на 300 километров класса воздух-воздух, то есть из одного истребителя по другому истребителю. Они в эту сторону не идут, потому что все прекрасно понимают, что при дистанции, приближающейся к 200 километров, самолет, по которому упущена ракета, он уходит из зоны поражения. Он просто выполняет маневр, набирает скорость и уходит. Поэтому нет смысла туда дальше лететь. Наша задача отогнать Су-35 с этими управляемыми бомбами, Су-34, отогнать от линии фронта. Если появляется в воздухе F-16, он несет очень серьезную угрозу и повышает существенные риски для этих истребителей. Потому что, вернее, в данном случае бомбардировщиков. Они выполняют функцию бомбардировщики. А выполнять одновременно функцию и истребителя, и бомбардировщика, ну, достаточно возможно, но достаточно сложно. Ну, то есть, либо мухи, либо котлеты. Поэтому я думаю, что если бы F-16 появились сейчас, они бы в значительной степени могли решить проблему этих кабов, которые пускаются, этих бомб, которые пускаются по нашей территории. Я не могу сказать, что полностью бы решил, потому что там ситуации вероятностные. Но то, что это бы существенно снизило вероятность этих атак и заставило бы россиян там сжаться ближе к стенке своих аэродромов, ну, думаю, это 100%. Первые летные испытания американского стелс-бомбардировщика Б-21 «Райдер», способного нести ядерное вооружение, прошли уже 10 ноября в Калифорнии. И вот очень интересно, что военно-воздушные силы США планируют закупить не менее 100 таких самолетов на замену бомбардировщиков Б-1 и Б-2. Компания-производитель Нортон Граммон позиционирует Б-21 как первый в мире самолет шестого поколения и будущую основы авиации Соединенных Штатов Америки. Расскажите, пожалуйста, что это за чудо-машина такая и почему именно сейчас и в таком количестве Штаты решили закупить их? Это не потому, что это связано с какими-то глобальными геополитическими процессами, это не потому, что это связано с событиями в Израиле или в Украине. У них эти проекты разрабатываются и расписываются, и планируются за 5-10 лет вперед. Информация о том, что в эти годы будет происходить такая замена, американцы совершенно открыто объявляют, они проводят всевозможные тендеры, различные тесты, испытания, очень долго согласовывают технические требования к этой машине. Вот они ее сформулировали, вот они в лучшем виде ее получили, детализовали, и теперь переходят к серийному производству для замены более старых бомбардировщиков на эти. Он фактически, он вообще, он фактически незаметен. То есть даже имея мощнейшую систему ПВО, его не видно. Ну вот скажем вот так. У него все вооружение спрятано вовнутрь, аэродинамические поверхности сглажены, заметность минимальная и использование там и штучного интеллекта, и искусственного интеллекта, и различных вычислительных возможностей, сумасшедших вычислительных возможностей, которые сейчас предоставляют новые технологии. Там все это есть. Я не хочу сейчас просто там переписывать, пересказывать его там скоростные режимы. Он летает очень быстро, он летает очень высоко и очень незаметно. И он может нести такое количество бомб, которые хватит на всех. Другое дело, что современная война, вот то, что показало события в Украине, она... Ну вот в таких конфликтах, такие машины, вот я пока понимаю, что они теоретически нужны, но я не думаю, что будут какие-то глобальные конфликты, когда надо будет летать и бомбить громадные территории. Сейчас средства поражения позволяют использовать другие способы доставки боевой части в нужное место, в нужную точку. Но с какой радостью бы и готовностью Украина сейчас предложила, да, эту войну в качестве полигона для летных испытаний этого нового самолета. Спасибо вам огромное за этот разговор. Надо подкинуть идею нашим дипломатам. Он нам не нужен. Не нужен? Ну хорошо. Константин Криволап, авиационный... Нам его использовать негде просто. Негде пока. Хорошо. Авиационный эксперт, аналитик присоединялся к нашему эфиру. Спасибо огромное. Спасибо большое. Всего доброго.